Хочу обратиться к Кадырову, Рамзану, который недавно сделал заявление в сторону евреев, Израиля. В Чечне пригласил 150 чеченцев, которые живут в Иордании. Этот человек, я хочу в первую очередь сказать о том, что евреи, которые жили на территории Чечни на протяжении многих лет, многих тысячелетий, которые туда пришли с незапамятных времен, могилы наших предков, евреев, находятся там, которым исчисляется больше двух с половиной тысячелетий. Я вижу, что в последнее время в Чечне появились такие люди, идеологи, с проникновением радикального ислама и даже с проникновением путинского ислама. Появились люди, которые хотят евреев выставить как разменную монету. Во всем этом хаосе, который там происходит сейчас в Чечне. Меня недавно очень сильно затронуло то, что Рамзан Кандыров выразился очень нехорошо по отношению к Израилю. Что Израиль это террористическое государство. Что и орданские чеченцы приехали туда, и он заявил, что пророк Мухаммед больше всего убивал, из всех народов убивал евреев. Я человек, который очень хорошо знает Карл. Несмотря на то, что я еврей, очень хорошо знаю свою религию. Говорю чисто на десяти языках. Я вырос и родился в Чечне. Я помню времена, когда мои деды и мои прадеды мне рассказывали, что ваш народ депортировали. С вашей земли Казахстан разослали в разные страны. И сейчас он находится в депортации. Большая часть чеченского народа не живет в Чечне. Но самое главное я хочу сказать, что произошло с моим народом на этой земле. Я не называю эту землю и не думаю, что эта земля принадлежит вам. Если мои предки там жили две с половиной тысячи лет назад, что это чеченский народ, хозяин этой земли. Хозяин той земли, тот, кто ее возводил, те, кого могилы древнее там. Недавно я увидел еврейское кладбище, которое грозно, как изуродовали могилы, разломали могилы моих предков. Я увидел все то самое и у меня сразу моментально начали воспоминания проходить с поздних 80-х годов, как чеченцы воровали у евреев детей, как воровали бизнесменов, уводили в горы, держали в подвалах, шантажировали, чтобы забрать бизнес, рейдерские захваты делали, отжать бизнес, отжимали. Люди, которые продавали дома и уже невозможно, не могли это все терпеть, этот геноцид, это унижение, это дискриминация, продавали свои дома, хотели убежать. Те перемены, которые были в те времена, они затронули всех, я понимаю, не только нас. Но то, как обошлись с нами чеченцы, благодарность на то, что мы сделали для чеченцев, в то время, когда их депортировали, мы сохранили все их имущество. Моя семья была одна из тех, которая сохранила дома наших соседей до последней ложки и вилки. Наши евреи с лезгинкой встречали возвращающиеся семьи уже после 50-х годов. А Чечня во время того, когда Дудаев пришел к власти, Дудаева, кстати, я очень уважаю, Дудаев был человеком добросовестным, но он не управлял в тот момент, когда появился хаос, пришли бандиты, всякого толка, рикетеры, которые переоделись в ополченцев, стали там типа святыми, которые защищали там типа от России, от захвата, от оккупации. Взялись за оружие. Но в эти самые моменты они проводили геноцид, они просто резали и расстреливали моих соплеменников, евреев. А взамен на это мы лишились своих домов, мы лишились своей родины, где тысячелетиями жили наши предки. Мы сосуществовали очень долгое время в мире и в хорошем согласии, и в радости, и в беде. Были соседними, которые уважали друг друга. Нас, евреи, горских везде по всему миру называют кавказцами. Мы танцуем точно так же, как и в лесгинке, точно так же одеваем ту же самую одежду, те же самые шапки, те же самые черкесские, те же самые кинжалы носим. И считаем и ассоциируем себя с народами Кавказа, которые жили по своему тарикату, по законам своих предков и достойно держали свою папаху. Я хочу заявить Кадырову, после его заявления в отношении евреев, сказать ему, если он четко обозначил те позиции, в которые он уверовал, что пророк Мухаммед больше всего убивал евреев. И евреи это главные враги ислама, и он глубоко в это верит, в то, что он говорит. Я хочу его в первую очередь поблагодарить за искренность, за которую он сказал и обозначил четко позиции между нами, евреями, и теперь уже той хунтой, которая захватила власть и которая ведет народ Чечни к очень нехорошим последствиям. Те, кто думают, что мой народ, это какие-то бессильные, немощные люди, которые не могут за себя ответить, не могут ответить за своих детей, за своих матерей, за своих отцов, за своих предков. Они очень сильно ошибаются. Я очень четко хочу дать понять тем, кто решил, что может причинить вред моему народу, кто решил, что может сделать какую-то даже малость по отношению к евреям, что мы предпринимем такие меры, которые даже вам не снили самых, я говорю, страшных снов, которые вы даже себе не представляете. Израиль сегодня это не государство, которое позволяет кого-то, чего-то делать, где-то обижать, что-то там кому-то говорить, как им угодно по отношению к нашему народу, многострадальному. И заявлять такие, делать такие громкие заявления, что мы враги ислама, что мы враги теперь уже чеченцев, и вам и орданские чеченцы, типа, ближе, чем мы те, которые сохранили ваши дома. Я хочу тебе сказать, Рамзан, что ты неблагодарный, что ты повел себя, как последний подонок, который требует немедленного наказания, немедленного принятия мер по отношению к тебе. Я тебе это лично заявляю, что ты подонок, последний подонок, которого я только видел в этой жизни. Недавно ты точно так же задел имя имама Шамиля. И ты прекрасно знаешь корни имама Шамиля, что имам Шамиль тоже еврей по своему происхождению. Он имеет еврейские корни. И ненароком случаем я являюсь одним из его потомков, которым могу точно подтвердить и доказать, что я происхожу от имени вот именно этого человека, которого ты тоже задел. Ты задел женщин дагестанских, ты задел, кого ты только не задел. Послушай меня внимательно. Рамзанка Дыров, я хочу тебе сказать, что ты скоро очень сильно доиграешься, но мне обидно за то, что ты за собой ведешь народ. И что ты ведешь его пролитию очередной раз его кровью. Что такие лидеры, как ты, приходят в власти, конечно, благодаря и народу тоже. Но я не хочу сказать и обобщать всех чеченцев, что все чеченцы виноваты в том, что ты пришел к власти. Я знаю очень много, которые не живут в Чечне. Которые не согласны ни с чем, что ты делаешь. Которым не надо ничего от тебя. Ни твоих вот этих пантов, которые ты на все... Ни твоих мечетей, ни твоих вот то, что ты строишь. Ни твоих вот эти показухи, которые ты делаешь целыми днями на телевидении. Ты вносишь вражду не только между другими национальностями. Ты вносишь вражду даже между своими чеченцами. Вы сами между собой в мире не можете жить. Благодаря таким, как ты. Ты носишь фитну между мусульманами. Разделяешь между народами. Ведешь агрессивную политику. Манерно себя ведешь. Выставляешь себя и выделяешь себя больше других. Ты работаешь на понты. Но имей в виду, что таким людям, как ты, всегда есть человек, который придет, предъявит и поставит тебя на место. Придет такой день, когда ты за это все будешь отвечать. Я тебе это гарантирую. Когда ты все за это будешь отвечать. Я хочу тебе сказать, Рамзан, что ты, мне даже не нужны твои извинения. Я извинения твои не приму, потому что я знаю, что твоя идеология, твое нутро, ты показал свою суть, кто ты есть. Что таких, как ты, людей нельзя прощать. Придет день, когда у Израиля будет возможность, иншалла, в этом скором будущем, чтобы тебе показать и поставить тебя на твое место. Я знаю про возможности моего государства, я знаю про возможности, про профессионализм израильских солдат, где бы они ни находились, в любой точке мира. Я тебе говорю, что есть люди были, которые похлеще, чем ты. Твоя армия, твои связи, твои бабки, которые ты получаешь в Саудовской Арабии, все твои цадаху, которые ты берешь оттуда, отсюда и называешь, что это от Аллаха. Все, что ты делаешь, вся твоя политика, вся твоя гнусная, лживая политика, она только показывает твое нутро. Твое отрицательное, негативное твое существование просто в этом мире, твое человека ненавистическую структуру твоей души, которую ты просто проявил. Твое лицо, оно вылезло наружу, тебя люди поняли, кто ты есть. Ты ненавистен везде, тебя ненавидят все, запомни. И те даже, кто тебе поклоняется, они страха и всего, они каждый день молятся, они просят, чтобы твоя жизнь прекратилась как можно быстрее. Чтобы ты прекратил свое существование, и эти люди стали свободными. Ты тронул мой народ, неблагодарная ты тварь. Которые спасали ваше имущество, которые встречали. За одну ложку, которую там они оставили, они давали целый сервиз, подарок. Покупали всю еду, принимали, помогали адаптироваться после того, как они были депортированы столько лет. Это твоя благодарность. Во время Чеченской войны ты, твой отец и такие, как ты, твари, бандиты, резали и убивали евреев. Вот этот, которому ты поставил в честь него улицу, этого калика. Ректора университета вашего Грозненского. Это все то, что ты сделал, построил там синагогу, это все понты. Ты взял себе карманного еврея, который там делает, служит тебе, прислуживает тебе и боится даже сказать слово. Я тебе скажу, послушай, придет твой день и придет твой час, когда надо будет тебе предъявить и поставить тебе конец. Или ты заткнешься, разом навсегда, и начнешь заниматься своими делами, и нормально разговариваешь, и прекратишь распространять вражду между народами, или тебе конец.